Звучит музыка Звучит музыка Здесь, на самотворе, начиналась большая сибирская нефть. Звучит музыка Поднимались новые города. Лангипас один из самых молодых. Город буровиков, добытчиков, выскостроителей. Пора нефтяных фонтанов миновала. Резко упала добыча. Значит, требуются новые инженерные решения, иные подходы. И главное, изменить отношение людей к делу, их психологию. Я считаю, это одна из бед всего западно-сибирского региона. В том, что человек, приезжая сюда, чувствовал себя человеком временным. То есть чувства хозяина здесь, будем говорить, не было. Есть и постоянщики, и временщики, которые приехали сюда, живут постоянно, но четко и ясно, сами знают, что они проживут 3-4 года. То есть это человек, который сегодня приехал сюда на определенный, обычно это 3-5 лет, так, период, с тем, чтобы заработать деньги, естественно, как можно больше, так, и уехать отсюда на большую землю, как мы говорим. Естественно, человек, у которого здесь нет каких-то корней, каких-то корней, плодотворно работать, я считаю, так, работать с какой-то перспективой, с каким-то рачительным чувством хозяина, такой человек не может. Поэтому я их называю временщиками. Здесь трудно укорениться и деревьям, и людям. Меня, например, отсюда уже не выгонишь. И вот так вот, есть хорошие помбуры, есть хорошие бурильщики, которые уже не могут жить, понимаете, уже без бурения они уже не могут жить. Вот так же вот я вот, так влез вот в 64-м году в это бурение, и я не могу. Мне предлагали там, ну, хорошие места предлагали, давай. Я говорю, нет, не пойду. Вот бурение, оно есть бурение, грязная работа. И наморозишь постоянно, дождь, холод, морозь, все накрыто постоянно, а бурение интересное. Он укоренился здесь. Виктор Иванович Галушкин, буровой мастер. Главный соперник Галушкина по соревнованиям Тюльпар Ильясов. Со своей бригадой буревиков летают в Сибирь из татарии. Это называется вахта. Две недели дома, две недели здесь. Вот уже 10 лет. Тоже, считай, старожил. Для них Сибирь не временная работа. Но и им нелегко стать здесь хозяевами на деле. Многое мешает. Много лет назад отсюда, из столицы нефтяной татарии, Альметьевска, стартовали первые десанты. Инициативу помочь в освоении богатства Западной Сибири поддержали нефтяники страны. С затратами не считались. Верили, все окупит большая нефть. Миллиарды тонн в кратчайшие сроки. Получили. И одновременно результат незапланированный. Сложилась психология вахтовика, покорителя недр, но не хозяина. День нашего приезда в Лонгипас был для города тревожным. Жара, сушь, лесные пожары. Загорелся этот, еще не заселенный дом. А сколько сгорело без огня и дыма сил и средств при освоении огромного региона. В спешке, а часто в неразберихе, видели только день сегодняшний. В завтрашний не заглядывали. И моральные издержки обернулись материальными. На месторождениях Лонгипаса упала добыча. В результате за первый год работы здесь объединение ТАТ-нефть не додало полтора миллиона тонн нефти. 200 железнодорожных составов. Больше скважин зададут боровики, больше нефти. По существу, на конечный результат должны работать все службы. А что на деле? Мы постоянно бегаем. Вот, например, я вам приведу один пример работы с геофизиками. Здесь, как называется, игра в одни ворота. Значит, они могут приехать и за два часа, и за четыре часа, за пять часов позже нашего время заказа. Значит, мы будем ждать. А если мы напишем, то еще хуже будет, получается, они могут и через десять часов приехать. А значит, если они приехали, не готова скважина два часа, они имеют право два часа постоял и уехать отсюда. Все. Мы зависимы от них. Мы. Они от нас. Потому-то, вот, простое такие, особенно из-за геофизиков. Ой, что-то простое, это ужас. Потому-то и много простоев, что отвечает за них только буровик. А почему же геофизики держат? Ну, четкость нужна. Другой бригаде заказали партии. Она к ним приехала, а они не готовы. Простой. Геофизик во время не приехал, следом потянулась тампонажная текция, следом потянулась мышка. То есть цепочка эта пошла дальше и дальше. Проще закрыть, конечно, одну буровую бригаду. Вывезти ее на сто тысяч, на сто двадцать тысяч. И сложнее, когда все. А если говорить уж в целом по экспедиции номер два Мензелинского УБР, то ведь они в целом выйдут в этом году где-то за 60-70 тысяч проходку на бригаду. Из десяти бригад. То есть это уже результат. В одном из фильмов говорят, что мне не надо, чтобы ваши 20 коров давали по 8 тысяч литров молока, а чтобы две тысячи коров давали по 4 тысячи. Все бригады работают в одинаковых условиях. То есть не создаем тепличные условия, чтобы для выращивания рекорды. У нас достаточно уже по Сибири всяких рекордов. Надо просто посчитать, а надо ли. Прав заместитель генерального директора Феликс Алексеевич Сидинкин. Так было. Отдельные рекорды и общий невысокий уровень проходки. Я считаю, что наши буровики повернули голову в сторону перестройки. Да, если бы вы взглянули на них чуть больше года назад, то это зрелище, честно говоря, тоскливое. Тяжелое, негативное. Вот не говоря о показателях, которые были нижайшими в целом районе, вот такая какая-то опустошенность, какое-то нежелание в принципе двигаться куда-то. Я говорю это не голословно, говорю не эмоции. Практически все бригады так или иначе я посетил. Новый руководитель нефтяников Лангипаса Юрий Константинович Шафраник столкнулся и с другими проблемами. Это закон. Нет хорошей организации труда, появляется выводиловка. Любой ценой обеспечить бригаде высокую зарплату. Если писатель, то значит получаешь. А если не писатель, то значит не получаешь. Одновременно, например, при бурении мы делаем еще какую-то работу. Мы основную технологию вот эту сокращаем и вписываем туда эту дополнительную работу, но уже опять же с приработком. И вот за 12 часов у меня получается где-то 18 часов. Понимаете, уже получается у меня приработок 6 часов. Приработок. А вот это как раз приработок, вот эти 6 часов и есть ускорение. Вот это самый заработок и есть, а не метры. Метры что? Тут не зависит заработок от метров. Кто как может писать? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Метр для буряка не главное? Все поставлено с ног на голову. Выходит, мало скважину только пробурить. Нужно еще и на бумаге так описать свою работу, чтобы получить посолиднее. Вот где образовался разрыв между интересами человека и его делом. АПЛОДИСМЕНТЫ Знают ли об этом руководители? Что думает заместитель генерального директора объединения «Тальпнефть» Рошад Хасанович Фадкулин? Ну, я думаю, что он человек просто с юмором. Раз уж он передовик, значит, он уже знает дело. Так, само собой, по логике. Если бы он, скажем, бурил меньше, а получал больше, можно было бы его назвать писателем. Но он, видно, и пишет хорошо, и работает неплохо, так? Значит, молодец, два раза, двойне. Поэтому оценить его работу можно только по результату конечному. Сколько он пробурил метров, для буряка это показатель, сколько сдал скважин. А он впереди, ну что ж, пусть пишет, дай бог ему здоровья, пусть другие так пишут. Они учили создать такие условия, чтобы мастер не становился сочинителем, а действовал четкий порядок, что заработал, то и получил. Лжи не люблю в работе. Ну, любой бомбур что-нибудь там натворил. Но я люблю, чтобы мне правду рассказали, что, если он правду скажет, я его не накажу даже. Но чтобы я знал, что вот это вот он сделал, чтобы потом можно было быстро ее исправить. Ликвидировать вот это вот все, что вот это вот сделал он, значит. Ну и вообще, вот лжи, это ужас. Почему же мастеру приходится заниматься выводиловкой? Это заработать, тут никуда не денешься. Это я не считаю ложью. Ну, а куда ж денешься? Они приехали себе зарабатывать, если я им не дам, чтобы они заработали. Ну, как я, например, вот посмотрю в глаза этому бомбуру, который вот этот вот, ну, 50-градусный мороз, он там вот бегает с этим, с паром там, греет, мельтешит там, а и он получит 200 рублей. Это бесполезно. Это, я его вообще не могу заставить работать за эти 200 рублей. А когда он получит 600 рублей, 700 рублей, все. А если глубже, в чем причины этого явления? Я считаю, что уравниловка живет в нас. Вот как маятник возвращается в одно положение, а так вот вопросы, значит, уравниловки возвращаются в это же положение. Мы провели вот сейчас большую работу по подготовке к переходу на новые ставки тарифов. Практически чуть ли не 100% охвачено было этой работой людей, занятых у нас в производстве, ПТРовцев, рабочих. Так все-таки пересмотрели оплату, вроде бы изменили, дифференцированно сделали, постарались, по крайней мере, подойти этому больше, этому меньше, этому от вклада, этому от задачи. Прошло несколько времени, некоторое время, а я чувствую уже в психологии людей такое отношение. Ну, мне уже дали, ну и что? Он так и не понял, что это нужно отработать. Жива, жива психология человека, которому гарантирована хорошая зарплата. И безнаказанность. Мы говорим сибирское ускорение, сибирское ускорение. Я понимаю, на сибирское ускорение должны все работать. Не только те, которые отработают в Сибири, но и сегодня те заводы, которые нас обеспечивают станками, инструментом, оборудованием. Ведь вы посмотрите, вот такой вопрос вот этот год. Ведь сегодня буровики стоят из-за трубы, стоят из-за обсады. Из-за цемента стоят. Ну, из-за буровых станков мы не стоим, РУЗТМ, в общем-то, станок неплохой сделал, хотя и у него есть и доработки. Но ведь, во-первых, он холодный. Летом жарко, внутри, под этим железом. Зимой холодно, это раз. Во-вторых, он же ведь сегодня 54 метра длины занимает. То есть лишние 50 метров делаем отсыпки. Если говорить, в деньгах это порядка 50 тысяч рублей, мы просто выбрасываем никуда. Хотя есть уже разработки в Западной Сибири, самодельные буровые станки, которые в два раза короче. Заводу это предлагали, заводчане приезжали, видели эти станки буровые. Признают, да, надо такое делать. И все, и раз, ну, пока от слов вот дальше к делу-то не идет. Ну, это как? Парадокс назвать или как это? Куда это ускоряемся? Куда это, как перестраиваемся? Непонятно. Сделать шаг вперед. Каждому и всем вместе. Не ждать, кто начнет, покажет пример. Что такое перестройка? Ну, во-первых, рецептов, как перестраиваться, их нет. Нигде их никто еще не придумал, не изобрел. А второй, кто должен перестроиться? Ну, руководитель. А почему не должен перестроиться рабочий? Должен. А если один, сможет ли? Ну, я работал сначала на Яброске. Ну, там пытался добиться, чтобы нам аккордную оплату делали. Ну, как вот сейчас. Мы перешли почти на нее. Почти аккордная оплата, почти. Но не до конца. Не до конца. Вот укупненная норма вот эти вот. Вот она уже приблизилась. Ну, приблизилась к этой аккордной оплате вот эта вот. Вот этого я добивался еще, ну, с 82-го года. И бесполезно. И уже с объединения, там, уже бухульминцы, бавлинцы, там, вот, в первом БРе, там, в общем, в Юганске, там, уже все перешли на вот эту вот аккордную оплату. А наша фирма, нет, и все. Здесь вот, срок дан, все вложено туда, и все. Уже вот этот отдел труда, он, ну, никак не может там вот, вот что-то вырвать оттуда, что-то, ага, что-то обрезать там, уже не может. С 1 июля перешли мы, значит, на оплату труда по укупневным нормам. Здесь заложено уже все. Там уже писания не надо. Вот здесь как раз все связано с метрами. Но чем больше будешь бурить, тем больше будешь получать. Как просто. А ведь годы понадобились, чтобы в жизнь прошел этот принцип. Теперь государственный и личный интерес совпали. Готовая к работе скважина, нефть, вот оценка труда каждого и всех вместе. В управлении буровых работ, в управлении буровых работ, один показатель, сдача скважин в эксплуатации. Все. Значит, все звенья, которые завязаны и находятся внутри УБР, они все имеют плановые показатели именно в сдаче скважин. То ли обустройщики, то ли это, значит, подготовители и так далее. У них план сидит с подготовки скважины, сдачи скважин. УБР не получат премию, пока не сдаст скважину. А буровик тоже не может получить премию, пока УБР не сдаст скважину. Поэтому этот вопрос, он уже старый. В Сатаре он был решен давно и с инициативой мастера Нуридина «Скважин на поток». Конечно, в Сибири там есть специфические условия, но вот этот дух, наши все-таки буровики пришли отсюда, из Сатаре, в Сибирь, он остался. И именно все работают на конечный результат. Решена проблема организации производства. Важная, но не единственная. Нужно сказать, что осталась проблема и есть она сегодня. Это заниматься с ними в части их организационной структуры. Приведение ее в такой порядок, когда вся структура сработает именно на эффективность работы бригады. Пока это не так. Многое сделано, сделаны шаги. Но сказать, что структура буровых предприятий, значит, в целом нацелена на максимальную проходку у Галушкина, или там, значит, у Ульясова, или еще в ряде бригадах, бригад. Нет, такого не скажешь. А что мешает? Мешает? А вот наш уровень мешает. Уровень руководителя мешает. А человек не научился и не умеет. Его надо еще учить, заставлять. Я считаю, иногда даже жестко, а может где-то даже жестоко. Остаются человеческие проблемы. Не потому ли надежда Юрия Константиновича на создание системы? Той, что работу кое-как на авось сделает невозможной. Сегодня пошли дальше. Обустройство завязали все. То есть сегодня скважина, буровик только закончил бурить, уже приходят обустройщики. Начинают ее обустроить, то есть скважина практически не простаивает. То есть скважина нормальная. В консервации, как раньше было, в длительной консервации. Сегодня этого нет. И сегодня вот именно поток-то он здесь. Здесь. И сегодня, если говорить, у нас цикл строительства скважины, если он доходил до 70 суток, то сегодня вот уже по 86-му году, у нас всего 35 суток. Пришло время сравнить результаты с работой вахтовиков из Куйбышевской области. Слетали к ним, посмотрели. Главное, что интересовало, сроки строительства скважин, скорость бурения. И даже у буровика существует уже не один десяток лет такой термин ускорение. То есть он получает за ускорение. Когда вот этот вопрос зашел об ускорении, то нам, буровикам, абсолютно это стало, так сказать, для нас это уже живое, так сказать, действенное слово. Поэтому, когда многие начали понимать это понятие для них еще, ускорение, что такое, что там перестройка, а ускорение, слово, это родное буровику. Но это не говорит совершенно о том, что мы не должны перестраиваться у себя. Теперь куйбышевцы гостят по Мгипасе. Итоги соревнования за первые полгода подводят. С трудом, но обошли все же буровики-татарии своих именитых коллег из Куйбышевской области. И все объединение-то от нефти вернуло старые долги. Пошла вверх добыча. Это был первый результат работы по-новому. Работать по-новому и по-новому жить. Преодолеть психологию людей временных. Временщина для меня, что характерно, и пытаюсь это внушить руководителям, она вот в чем проявляется. Проходишь дома, беседуешь с жителями, и как депутат, и как руководитель. И вы знаете, из дома в 16-20 квартир встречаешь одну, две, максимум три квартиры, где видно хозяина и хозяйку. Все, показатель временщины, вот он. Вы считываете процент, и вам точно станет ясно, какой процент у нас временщиков. Если жизненно, то, конечно, вот за тот год мы прирастили 6 тысяч работающих. Работающих, а сколько прирастили семьями, занятыми. А построили жилья чуть более 100 тысяч квадратных. Практически мы сработали только на прирост. Мы не улучшили, получается, жизненный уровень наших трудящихся. Вот уже и один аспект социальной программы занятость, труд. Это долгосрочная программа. Как улучшить быт людей на вахте? Как будет развиваться новый город? Он пока уступает вахте в бытовых удобствах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Но вот в Лангипасе строится спортивный комплекс. Мы спросили Равиле Ульфатовича Маганова, зачем это ему, начальнику нефтегазодобывающего управления? С точки зрения экономической, мне как хозяйственнику, сегодня людей возить уже невыгодно. Потому что на одни только самолеты мы затрачиваем на перевозку этих вахтовиков где-то порядка 650-700 тысяч рублей в год. Ну, согласитесь, эта сумма приличная. Значит, покончить с вахтой? Во многих делах у нас перегибы. Мы считаем все проездной, все желудок в другую. Я считаю, что вахта, как и любое явление, должно изучаться, анализироваться и применяться там, где это эффективно. И сказать, что вахта, это плохо, я не скажу. Сказать, что вахта, это познавиция всех бед, тоже не скажу. В конкретной ситуации, на конкретном, ну, будем говорить, если про них, в месторождении, в конкретной оторванности, в конкретной обустроенности нужно применять то или иное. Посчитай, посмотри, организуй. А вот колебания, все к вахте, все от вахты, меня, в общем-то, даже удручают. Мы говорим о том, что давайте дадим права предприятию самому решать, и тут же принимаем, значит, даже законодательные акты, регламентирующие, кого мне принимать на вахту. Вахтовиком быть не каждому по силам. Вы согласитесь, что 15 дней от работы по 12 часов каждый день, вот сегодня вот такая жара, или зимой, когда мороз за 40 градусов, ну, ведь это практически человек работает за 15 дней на износ. Вот предположим, какую-то проводить адаптацию. Ну, чтобы человек работал не по 12 часов, хотя бы по 8. Здесь 8, то есть привозить, ну, 3 вахты. Они так прилетают, день-два у них адаптация, потом работают, потом перед отлетом домой снова адаптация уже, к этим условиям, то есть отходят, а потом уже летят домой на отдых. Идет поиск, кто обоснуется в Лангипасе надолго, а кто будет по-прежнему летать. Кого возить? Основных специальностей возить людей или второстепенных? И делается вывод, давайте возить основных. Зачем вы возите второстепенных? Там слесарей, мойщиков, поваров, может быть, даже. Вы знаете, я их буду возить основных, значит, я никогда основной костяк здесь не осажу. А ведь именно основной костяк делает погоду в перспективе, в культуре работы, в развитии, значит, наших мощностей. Понимаете, вот тут я уже и расхожусь. Ну, как это так? Если, допустим, УТТ, основить там состав водитель, как так я буду основного возить вертолетами и самолетами издалека, может, за тысячу и далее километров? А, значит, слесарей, там, еще раз смотряю, мойщиков, видите ли, я должен здесь осаживать, давать квартиры. Да нет, я лучше осажу здесь водителей, сделаю их, оплатой завяжу, сделаю бригады стабильные за технику отвещающую, за конкретный объект. А уж лучше всех побочных буду возить, от которых мне всегда легче отказаться. То же самое это можно сказать и в бурении. Да я лучше буровую бригаду посажу и дам квартиры, а поваров буду возить. Исход спора жизни решит. Главное, ищут люди, помнят прошлое и смотрят в будущее. Для того, чтобы что-то строить, нужно иметь экономическое обоснование. Но начало, начало, ведь вы же сами говорите, пустые скважины, начало именно надо осваивать вахтовый экспедиционный метр. А когда определилось все, тогда, конечно, там оседает и создавать надо условия, чтобы и музыкальные школы, и детские сады, и здравницы были, и так далее, и так далее. Это разумно. В Лангепасе все меньше примет временного бытия. Эти малыши, ровесники города, можно сказать, коренные жители. Вопрос серьезный, конечно, и сложный. Когда я сюда приехал, приехал, как я уже говорил, конечно, многое здесь не понравилось. Многое показалось тяжелым, тяжелым. Были мысли уехать отсюда, конечно. Но потом вот со временем вошел во вкус дело. И сегодня вообще-то вот этот город воспринимаю уже как город родной. И даже не так тянет сегодня в татарию, будем говорить. Но я думаю, что здесь буду работать долго. Сколько конкретно не скажу, но долго. Есть люди, будет и нефть. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ